Любители авторской песни со всей страны встретятся под Самарой в начале июля, чтобы пообщаться и исполнить любимые композиции. В этом году на фестивале будет организовано пять площадок. Прибудут как знаменитые барды, так и неизвестные исполнители. Особое внимание в этом году уделят теме победы в Великой Отечественной войне. На фестивале пройдет акция «Бессмертный полк», прозвучат песни военных лет, будет работать специализированная площадка. Называется она будет «Победа», весь этот проект. В нем будет выставка вооружений, там будут учебно-тренировочные площадки, для того, чтобы люди могли под руководством инструкторов, например, собрать, разобрать автоматы, или сделать какие-то еще упражнения характерные для военно-патриотических видов. Ожидается, что в этом году фестиваль посетят порядка 100 тысяч человек. Помимо спектаклей, выставок и концертов предусмотрены спортивные события – соревнования по футболу, баскетболу, волейболу и экстремальным видам спорта. Кроме того, прямо на фестивале будет организована съемочная площадка. На Грушинском фестивале будет сниматься впервые в истории Грушинского художественный полнометражный фильм, студия «Самарфильм» будет его делать, где события этого фильма будут происходить на фоне Грушинского фестиваля. Все больше людей приезжают на поляну на автомобилях. Организаторы просят участников по возможности добираться до площадки Грушинского на электричках. В противном случае им придется заплатить за парковку тысячу рублей. Лариса Шалафаст, Сергей Баскин, События.